Прямо в эти минуты, как мы с вами общаемся, поступают сообщения о том, что на всей территории Израиля воздушная тревога, Ирана запустил баллистические ракеты в сторону Израиля. Есть данные о примерно 100 ракетах. Израиль ожидает до 250 ракет. Значит, больше половины этих ракет будут сбиты. Те ракеты, которые, они посчитают баллистику, если они будут попадать, скажем, не на населенные пункты, просто чтобы они самоуничтожились, попадая на землю, будут кое-какие жертвы, кое-какие. Иран сохранит при этом лицо. Иран сохранит лицо, Израиль тоже сохранит лицо, американцы тоже сохранят лицо. Кто-то скажет, что мы сбивали вот столько-то ракет, всего этого. Но то, что вот Иран говорит там уничтожение Израиля, то вот это не... Это просто чисто технические войны невозможно. Такого не будет. Скажем так, в течение этих дней на Южном или в Южном Ливане погибло около тысячи человек. Тысяча. В том числе мирные жители. В том числе мирные жители. Сейчас посмотрим, жертв Израиля будут несколько, максимум, если это продолжится, еще несколько десятков людей, не больше. А это не сравнить с тысячами людьми. Так что, а у Ирана нету возможности перебросить войска. Если они граничили, это другое дело. У Ирана, честно говоря, нету. Если даже через Ирак попробуют туда перебросить, скажем, на машинах... Через Сирию. Их просто уничтожат там. Это же нужно, это не через... То есть, это не за полчаса. Нужно добираться сутками, если туда. Что означает колонна? Эту колонну уничтожат. Во время даже, когда вот Саддам Усейн напал на Кувейт, помните, вот, основные колонны были уничтожены. Войска не смогли даже добраться в основном. Американцы их уничтожили с воздуха. Это будет сделано. Если Иран выйдет из границ Ирана, скажем, если войска выйдут туда, они будут уничтожены. У Гезбулы нету такой возможности, чтобы они могли сопротивляться. Что сейчас хочет, требует, просит Израиль от американцев? Дать возможность Израилу полностью уничтожить Гезбулу. Вот, и они этого хотят. Американцы пока с этим не согласны, потому что они понимают, что это будет полная потеря лица Ирана. То есть, Иран будет поставлен в такое состояние, не смог защитить Гезбулу. Поэтому это не нужно американцам. Потому что, если есть очень хорошие принципы мудрых людей, Советы, даже врага не нужно уничтожить и не нужно унижать. Вы понимаете, когда ты унижай своего врага противника, то ты получаешь уже что-то другое. Как вы думаете, Израиль будет наносить ответные удары по территории Ирана? И как мы знаем то, что у Израиля есть договоренность с Азербайджаном касательно тех же баз, которые израильские, есть на территории Азербайджана. И в этом случае будет ли ответ по этим территориям со стороны Ирана? Если Израиль решит ответить более сильным ударом в ответ на данные удары, которые прямо сейчас идут? Я думаю, Израиль будет отвечать, но будут очень выборочные цели. Это будут какие-то конкретные институты, то есть обогащение урана, всего такого. Или это будут нанести по определенным даже лицам, государственным лицам. Это не будет Фазяшкан, но это будет в основном вот это стража, это Хуц, это Басиджи и все это. Ведь все говорят о погибшем Настрола, но не говорят, что вместе с ним был замкомандующего войска Хуц. Хуц они называют Иерусалим. Это мусульманское название, вот Священного города, тоже погиб. То есть это уже второй высокопоставленный генерал после суда имана, который погиб. Вот цели будут таковыми. Но американцы постараются не допустить масштабной войны на Ближнем Востоке.